Вопросы 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 коллегу и другим неважно кто с этим столкнулся уже если у ваших клиентов такие вот такого рода запросы когда нужно большой канал двумя точками все приходит ли вам такие люди уже сейчас потому что если брать например большую тройку сам не таки но понятно что раз какой-то новой рыночной ниша она начинается ваших оператора оператор альтернативные это уже получают вопрос несколько позже поэтому интересно если такие у вас уже у кого-либо такие вот надобности для ваших клиентов приходят ли вам такие люди которые хотят такие сервисы раз-два меня зовут олег юровский я из компании фиорд мы являемся оператором связи и у нас не клиенты у нас собственные потребности развития нашей сети как раз потребно для такого решения минимальный занимаемый размер с точки зрения размещения в стойках на там узлах при поюнетном например при аренде поюнет на место минимальная занимаемая частотный ресурс при максимальной пропускной способности соответственно решение о котором далее наверное не расскажет мы сейчас тестируем и планируем к запуску опытную эксплуатацию ни у кого больше нету компания раскомпания это дело магистральных именно применениях дальнем магистральных до не не совсем так сказать региональный внутри компании а это именно магистральные бизнес значит откуда такие потребности воде вообще сейчас возникают на рынке принципе страницы построен достаточно много и наша страна хорошо и покрыта более-менее за исключением там дальних регионов дальний восток север вот остальное все более-менее покрыта но меняется немножко рынок приходят другие участники у которых немножко другие требования сетям вообще в том числе и дальнем магистральном и местным даже городским это прежде всего контент провалить различными которых очень много контента который является клиенты которых является генераторами трафика на котором потом мы зарабатываем и поэтому сегменту очень тимистические прогнозы во всем мире это прежде всего развитие мобильного видео контента передачи мобильного видео контента это m2m совершенно новый сегмент рынка который зачаточное состояние находится но если брать про северную америка тоже не совсем зачастую чтобы очень сильно развивает и в нашей стране тоже это будет развиваться опять же казалось бы отвлеченная область немножко к этому это тоже самый сорт даже если в автоматизацию внедрить в том объеме в котором она будет требоваться это уже зачисто м-то-м то есть тот робот который сидит контролирующей организации будет разговаривать с роботом который находится у оператора и влияние человека на этот процесс одно будет минимизировано до написания каких-то политик общего управления и контроля функционирует все и трафик при этом подразумевается очень большой особенно связи с известным законом но этот трафик может быть очень большим вот тоже время тот же самый фейсбук и другие сделали консорциум который развивает морские соединения океанские кабель они собираются в ближайшие три года положить на 160 трафик в секунду новых морских кабель не те которые есть открыть за именно новых вот соответственно это совершенно другой сегмент рынка который очень бурно развивается это это хочется небольшого обмена опытом вам уже приходили эти или кто-либо из них даже взять уже самый google он заинтересован его заинтересовали понудили даже немного весь система хранения у нас в стране понятно что страна большая и системы хранения должны быть распределены того же самого угла сэкономить на затраты опять же вы региональные операторы многие из вас мимо которых подключиться куда-то очень сложно бывает вот и через больших не пройти есть у вас такие вот запросы от этих вот людей замечательно которые меня столько контента и структур трафика чтобы вы поучаствовали в их строительстве строительство их вот у нас был подобный запрос но речь шла о небольших расстояниях правда довольно приличной нагрузки что-то порядка там ну скажем 80 гигабит это для нас довольно прилично именно в том месте где просила просили подключение разумеется там экономика рассчитывалось решение и мы традиционным способом реализовали там по одному волокну эту линию связи в интересах нашего заказчика я не буду его называть но этот генератор трафик генератор контента спасибо видимо еще не дошли до регионы сильно они но будет этот процесс развиваться конечно точно потому что вот если взять например здесь деморубе там стоят ребята девочки девушки стоят показывать телевидение и принципе вот этот один из генераторов трафик просто наш собственный отечественный он как раз тоже заинтересован если его контент потребляется где-то легко в регионе они заинтересованы вид там свой кэш это вот один из этих только он такой большой конечно но это та же самая схема и им тоже нужно где-то строится где-то ставить свои кэши как-то их соединять с магистралью пробрасывать потоки подключать точки потребления опять же это все уже такой вот именно как раз в эту схему ложится ну и немножечко про сервисы как вот я уже говорил видео контент один из сервисов на самом деле это список гораздо шире вот список гораздо шире потому что сейчас очень сильно развивается различные облачные сервисы и многие уже не только люди люди пользуются вот поэтому этот это уже говорят об уровне сервиса самого и здесь важно другой аспект вот этих вот решение которых сегодня стол это скорость включения ответного клиента сервис либо же организация самого включение его в транспортную инфраструктуру здесь важный вопрос времени потому что то если мы посмотрим на какой-нибудь и тупи стандартный бизнес по то есть у многих операторам там зачастую очень долго происходит включение абонент нужно собрать канал часто он проходит через разные уровни от того дыма там да и 3 собирается он каким-то человеком который это дело все должен запроектировать собрать ресурсы которые есть наличие заказать какие-то нехватающие ресурсы которых не хватает и этот процесс очень долгий бывает до полугода доходит легко особенно если что-то где-то на последний миле нет или наоборот узкое горло где-то на магистре вот в данном случае если мы берем облачные сервисы то они как раз ориентированы на большую гибкость на большую гибкость и на большую скорость перемещения клиентов между разными облаками или разными кусочками одного и того же облака это очень важная задача и вот эти вот коробочные маленькие решения один и двоим как раз одна из задачи за счет их простоты фигурации установки и так далее это одна из задач это ускорение в этих процедур включили сервис и поддержка вот самих облаков поскольку облака они имеют свойство еще и переезжать и они с одного дата-центра на другой например в целях праздника либо там дешевле либо в целях защиты какой-то контента вот и соответственно это не обязательно касается облачных сервисов а вообще и поэтому вопрос к вам опять же насколько сейчас вот эти вот вопросы как скорость включения сервисов насколько они важны понятно что они важны всегда просто одно дело когда клиент приходит вы ему говорите что я вот включать 3 месяца ну ладно я там скреплю немножечко торгуюсь еще за цену и ладно хорошо через три месяца я согласен или же сейчас чаще другой сценарий приходит клиент может через две недели дать вы говорите через две недели вряд ли он через два месяца да он взорачивал какой у вас опыт на этот счет после обеда насколько терпимости на сколько терпимость изменилась она меняется критичным требованием клиента при инсталляции запросов на инсталляцию нового сервиса является срок реализации исключения например клиент приходит говорит дайте мне канал вообще говорит дать мне канал к такому-то сроку пока не назреет у него необходимость он просто не может там долго спрашивать а почем это почем это но когда необходимость назрела как правило услуга требуется там вчера листы или скорость разворачивания развёртывания услуги скорость дипломента она решающее значение имеет ну разумеется не важнее цены вот эти решения не сочетают в себе еще и ценовую хорошую картину за счет интеграции широкой вот и коробочка маленькая все это может и снижаются и затраты на ее производство для своих самих производителей они могут дешевле продавать вот еще один момент это для беспроводных операторов которые разворачивают сети уже следующих поколений и пытаются оптимизировать то же самое эти сети странами есть за счет централизации базовых станций агрегации их какой-то один может несколько цехов скажем так таким образом вынося радио из поле зрения базовой станции получается что нужен канал масса каналов которые соединяются базовой станции уже с радио которые должны быть высокого качества и если это у тебя с большими данными которые там потребляются то соответственно еще и большой полосы и третий подход это уже облачные и облачное управление с снижением функционал собой базовой станции она становится совсем маленькой и тупенькой и все эти поле функции выполняются в углу соответственно возникает такой желудок отдельный сегмент сети который раньше не было это раньше заключался может шкафу или самой интегрированной базовой станции вот и ему тоже требования возрастают соответственно и по емкости и особенно если говорить связи следующего поколения развить развитие и опять же почему потому что частоты частоты и свои и все выше по частотам и скорости нас тут вниз от обояро станции обоим опять же потому что обоим дручат и видео то есть нужно увеличить обзором соответственно плотность базовой станции нужно тоже увеличивать покрыть всех пользователей хорошим сервисом и соответственно на некий механизм на которые позволяют оператору увеличить плотность базовых станций не увеличивая существенным образом и вот такие вот решения 1 июня 2 июня тоже в этом случае применим вообще они позиционировались раньше многими производителями как решение для соединения данных центров только соответственно они были более менее короткие по дальности они были изначально плотные они изначально были ограничены по типам интерфейсов когда до центра собственно говоря нужно совершенно простые но потом оказалось что эти решения понравились и оператора и оператор тоже с удовольствием используется совершенно в разных областях и это одна из областей которых тоже можно решить использовать например вот это облако мы понятно что должно быть защищенным желательно и географически занесенным соответственно возникает необходимость то чтобы эти части этого облака были соединены какими-то высокоскоростными надежными каналами кто-нибудь по беспроводным темам работает в этом направлении они да они тоже направлении мало того насколько я знаю есть определенное решение которое связано с это тоже частности в этом случае применимы такие коробочки ну в общем что я хочу сказать вопросов маловато издал понятно тема новая значит тогда немножечко давайте я вам расскажу про то какие коробочки вообще есть пробежимся так потому что наверно многие даже не видели как они как они чего и что есть что за мы представляют вот на рынке есть несколько производителей принципе широко известен такой производитель как и nops который в общем-то вышел на рынок с таким коробочным решили решение много лет назад и сейчас он пытается развивать вот и остальные производители конечно тоже удовольствие пошли потому что увидели что потребность действительно есть есть решение один юнит который длиться боксом есть решение которые традиционной полочной схеме и в общем-то в принципе это не особо важно потому что и то и другое достаточно компактно получается то что если взять такие как ладно например полки большие но в принципе здесь только плотность интеграции большая так это как обычная полка как раньше было в транспортном оборудовании вот эти все продукты они очень разнородные находятся в разной степени готовности некоторые работают уже успешно некоторые не очень хорошо некоторые сыроваты некоторые вполне себе очень даже и нравится всем том числе и оператором дата центров и оператором транспорта и сиена тоже сделала слой шар может некоторые не знают что россия на вообще в принципе я не удивлюсь потому что разные здесь собираются очень сиена очень долгое время производит различные оборудования транспорта оптического это рдм здесь это тем это 2 и вот такие в частности решение для соединения дата центров и для быстрого ввода для каналов для оператора это линейковые сервер которые основаны на наших собственных микросхемах герет приемников и работает на скоростях от стажа на линии почему он потому что являться у нас программируем зачем это сделано для того чтобы оператор мог быстро включиться в существующую линию как правило можно пропустить гораздо больше трафик там где входят обычные десятки гораздо больше следующее вот это вот первый наш первый наш фейсервер он имеет три линейные скорости 100 150 и 200 же в линии два линейных порта соответственно и в принципе набор клиентских портов для стож стойка битоза на этот плюс и 28 для 40 же и 10 же это плюс и чем тут соль в том что как правило там где работает 10g уже на существующей системе можно взять лямбду и запустить по ней 150 соответственно вы можете здесь на передней панели иметь три канала вас тоже имея две лямбды на линейной части если у вас свой ценам получше заметно скажем так получше на линии на существующей то можно и 200 же запустить с каждого порта то есть вот этот вот вот этот первый вы все равно был сделан именно для того чтобы люди могли соединять дата-центры по существующим интерфейсом если же в основном тогда были некоторые особо мощные дата-центры переходили уже на 40 гигабит азернет и совсем уже новое оборудование старался уже 100 гигабит азернет но тогда он был еще достаточно дорогой а сейчас цена уже на это оборудование резко снизилась и 100 гигабит азернет уже в принципе становится для соединения дата-центра да и просто клиентов каких-то уже обыденностью уже потому что стало стоить обозримых денег и соответственно следующее следующее устройство которое сейчас выйдет летом это еще большая плотность здесь интерфейс только 100 гигабит азернет здесь три модуля по 400 гигабит с двумя же лямбами каждый вот и соответственно много раз более плотно и мало того у него гораздо меньше определенная мощность на мегабит в секунду на мегабит секунду 0,4 ватта полностью здесь с учетом вентиляторов мутации и так далее все эти модули вставные эти три модуля вот поэтому можно набирать соответствующую емку но это конечно ориентировано на соединение более мощных уже это центров потому что на линии здесь может быть до 400 же с шагом от 100 до 400 с шагом 50 гигабит в секунду то есть можно вытащить из любой линии максимум которая способна с точки зрения рационара ну и других там например PNT если очень плохой в городской линии бывает на правильщине тоже ограничиваем то есть вот но мы на наш рынок пока что ориентируемся вот этот первый наш VF сервер потому что он больше подходит нашим оператором как оператором дата центров так и оператором транспортом поскольку он более универсальный во-первых 10-40 в любом наборе можно набирать и мало того что легко перейти там скажем в десяток или новый свитч или может цизатор включиться 40 или 100 не меняя ничего кроме настроек геретских портов идея о том что эта коробочка должна быть простой она здесь воплощена по максимуму сконфигурировать здесь достаточно только скорость на линии и частоту все в принципе он уже работает дальше вы включаете сфпи вставляете в порт в соответствующий порт с той стороны автоматически прописывает соединение дисперсии у нас запас дисперсии очень большой вот у этого запас плюс минус 90 тысяч мегасекундного момента вот у этого плюс 150 минус 90 это никакая не проблема основная проблема если у нас тоже очень большие допуски в нашем оборудовании поэтому во всяким кабелем которые болтаются по которым ездят трамваи поиска и так далее хорошо вот это сделано на наборе в нашем собственном на нашем чексете мы не покупаем у кого ничего не сами делаем этот кремний поэтому все оптимизировали по максимуму с учетом того опыта который нарабатывался у компании Нотел и развивался потом сиена полностью наши микросхемы в принципе не совру конечно грешно хвалить себя самому но это один из самых лучших чипсетов на рынке сейчас вообще здесь он более новый здесь он предыдущий вот и значит что еще немножко расскажу еще про самооборудование сзади у него два вентилятора сменных два блока питания и си или DC вот они сменные причем понятно что одного блока питания хватает на все да с избыточным вентилятором все конечно вход своповало так далее в общем оно оборудование по сути операторского класса хотя делают для данных центров наверно этим одну операторам нравится но с одной стороны какой-то там сбойный транспондер выглядит с точки зрения всего все системы да но в то же время это оборудование операторского класса вот что еще по управлению его есть конечно силой есть и санам пир и есть открыт интерфейс через вес до соединения с сайтишными системное управление это не такая сложная система как полная полноразмерный гвдм особенно сильно конфигурирует там ничего максимально происходит автоконфигурация снимать параметры например можно прессовый управлять можно через силой либо через приложение которое может даже на мобилку ставится на смартфонки пролезают без бустера без бустера 23,5 дБ у меня есть встроенный усилитель внутри разрешите да вот по опыту по опыту нашей стендовой испытательной деятельности мы собрали стенды нескольких барабанов кабеля реальное волокно мы получили что 33 дБ завелось на сотке это 33 дБ реального волокна то есть это 125 кто помнит у кого с математикой до около 120 километров но с учетом еще у нас там разъемов для конкретных систем дисперсия не так критично это не десятки которые прямого детектирования это именно конкретные системы и они сами с дисперсией очень хорошо борются даже первое поколение типа и кинопсов они уже были там на дисперсию порядка пятидесяти тысяч километров доступны сразу по 50 тысяч на секунду вот здесь дисперсия начинает влиять если брать сотку где-то с двух тысяч километров там пеналти да по высотному до двух тысяч километров кому-то и не более в этой системе встроена предкомпенсация дисперсии электронная или тоже можно настройки есть и точнее на персонал зависит одним пучком там дело даже не в снр и дело в том что в снр который мы измеряем спектра анализаторов он не соответствует тем шумом которые реально в линии насчет ширины занимаемые полосы зашумляется внутри вот пика внутри лям и правой снр говорить на вообще некорректно получается если сравнивать с десяточными системами то у снр порядка 19 там 18 децибел вполне допустим для двухсот гигабитной ленты но большое значение имеет мощность подаваемая волокно на усилители либо непосредственно с начала линии либо на линейном усилительном пункте да поскольку спектр широкий и очень прообразно что не вписаться стандартную сетку 50 ггц он очень первоугольный спектр поэтому любые нелинейности которые есть в линии усилителя в частности да они влияют они как бы вносят дополнительный шум все вашим понятно не настоящий но все равно и вместе влияет на конечного сына получает прием вот их нельзя скомпенсировать никак поэтому здесь нужно очень аккуратно мерить если взять обычную десятку у него спектр совсем другой есть ориентир до десятки все понимают что что и как поэтому по практике нашего применения получается так что если из линии нужно вытянут максимум получается приблизительно так если десятки работают значит заработать 150 понятно что неверно для 100 процентов случаев потому что случаи разные но где-то 95 процентов случаев это так то есть принципе при помощи такого транспольдера можно поднять толщину лампы нас раз ну и понятно что можно эти 150 распилить соответствии с емкостью на три сотки 40 десятками ну сколько будет емкости короче вот и опять же еще раз скажу что как для полноценных dvdm систем здесь не требуется ни сложную систему управления не даже крафт терминал какой-то там там с миллионом закладок с тысячу параметров на каждый нет там все очень просто села интерфейс он в принципе очень в принципе он является копией практически нашего же силая с наших 2 коробок он очень похож но местами потому что там понятно что там совершенно другие параметры вот поэтому слова другие но в основном так структура она очень похожа на по самой индустрии достаточно хорошо реализируем чтобы всем было удобно вот что касается вот этой вот новый то там 400 гигабит на лямбда может быть но здесь уже понятно что 400 гигабит это на маленькое расстояние это скорее всего будет какая-то сеть внутри города который соединяет географически разнесенные какие-то дата-центры резервированные которые соединяет может быть какой-то мощный дата-центр с магистралью с хорошей дальнобойной вот вот такого класса применения если говорить о 100 и 200 же то это в принципе дальнемагистральный вплоть до океанских в этой коробке есть режим открывается отдельной лицензии по 50 гигабит специальной навигации не более модуляция которая ходит на 8000 километров и далее по морским ну как-то так в общем где пересни пожалуйста еще могу чуть-чуть там дальше а мы здесь немножко более подробно в принципе все проговорил единственно хочу обратить внимание на линейную скорость этой новой нашей коробочке на текущий момент 56 гигабит и ширина спектра 72 гигагерц сетка нужна 75 у нас есть соответствующий канальный мультиплексор на это принципе нашего дема все они могут поддерживать даже старые такую сетку только канальный мультиплекс от другой и осенью выйдет уже 36 гигабит в секунду для того чтобы помещалась 50 гигабит там наверно будет скорее всего для 400 же это уже будет супер ченнелсу собираться потому что нельзя запекнуть 400 с нормальным ассенаром в такую полосу вот но будет другая другая возможность у операторов в которых есть уже существующая опять же сеть сделать там более скоростные каналы без переделки линейной части 1 и вот эти вот картиночки как я уже говорил на океанских линиях достаточно далеко на сотки конечно меньше понятно и на 200 меньше 200 помещается в стандартную шлювную спектр 50 гигабит там просто 16 кампу фактически земельная скорость дает ширина ширина 65 все ровно 50 ну нет они ровно 50 она очень прямоугольная там лепестки вот эти вот по минус 30 децибел ну опять же у нас в этих наших чипсетах есть такая вещь как специальный вид спектра можно делать это сделано специально для того чтобы пропускать по системам старых которые иногда не понимают такую вот прямоугольную лямб у нас был один случай когда мы делали проброс вот этих новых 100 же и 200 же лямб через существующую систему не буду называть производителя она автоматизированном режиме работала там стояла время там стояли соответственно на тракте нужно управляемая она автоматически выруливала уровня лямб ну как сейчас все нормальные системы делают рука ничего не надо на автомат все эквалайзер делает и уровень выруливает она не понимала что это что на этом месте есть лямбда она не могла им принять потому что слишком прямоугольный спектр мы выпустили специальный патч резкий бровь да но все специальный патч у которого вот на этом прямоугольном спектре есть такой пупырь как у обычной десятки и тогда она поняла что здесь лямбда идет и поняла как родную вот такие возможности тоже у нас есть это по особым случаям дозвездно не зачем это формировать спектр именно выходе просто фанче другой на признается с такой формой абсолютно несложно потому что сам чип который делает передатчик он весь полностью программируем да ну понятно что там софтфект само собой потому что таких ресторанов и софтфект не достигнуть вот эти переключаемые есть если у вас короткие расстояния нужна очень маленькая задержка можно поставить фект попроще и задержка получается в районе там 60 микросекунд на проводов с открытием по долине через коробку вот то есть это тоже регулируется а еще важная особенность что сюда можно вставлять с и любых производителей в том числе компания на у нас свои софи и кузовки 28 андрей может прокомментируешь немного да мы тестировали кистики 28 кистики плюс заработает он что если он то есть она не покрыта никакими там лицензиями запретами и так далее все сделал для того чтобы человек мог принести свою инфраструктуру ставите очень быстро включится без всяк вот этого мучителя конфигурирование там лицензирование и так далее 300g на 1000 километров в соседних каналах может работать или надо через тональчиков соответственно 50 и герцов я не уверен что 300g в этом варианте сейчас он поместится в 50 но я у нас все-таки тоже в 75 нет это на лямб это на лямб это на лямб на этом на этом слайде насколько я понимаю изображена еще перспективная система и реальных тестов наверно еще нет ни у кого но это понятно что это оценочные оценки они проданы в лаборатории на соответствующего сына запутали и так далее понятно что они более-менее связь сферичные более-менее в вакууме потому что полях что-то из этого проверялась но чтобы проверить вот это например это большая задача скажем хотя у нас клиенты есть которые уже поставили эти решения на свои морские сети но там правда меньше 12000 где-то в районе 10 с копейкой причем сейчас свежие почему начали там слайда чему facebook google и там другие озаботились консорциум по новым морским линиям потому что сейчас не нужно ставить регенераторы маски или не нужно что все приемники уже герен и нужно ставить ток усилитель не нужно компенсаторы дисперсии куда вываривать но они не варить они делали камеры с обратными сакаба же центру и все равно это не линейность дополнительных цельниками да не будет вам все равно это отдельная нелинейность которая вносится да и который будет вредит это мой сына они сейчас полу чистое волокно все простое обычно сколько там заперси по низу затухание главное затухание потому что корни то же самое сейчас делает отличное волокно в основном кашлят на сухопутный есть пьюр силика то же самое которое делает и ориентироваться пытается на морские совершенно другие характеристики но поскольку приемники уже когерентные все эти вот вопросы дисперсии и все остальное можно легко снять лишь бы не было такой нелинейности большой на этой длинной линии хотя и с ней тоже можно бороться просто до конца его забороть не получится потому что за счет интермодуляции получается что это как будто бы шума вот поэтому они озаботились что старые линии их можно про апгрейдить на большие скорости и такая работа ведется и мы в том числе участвуем и и другие естественно вендоры участвуют в которых еды на огонь на решение но они не позволяют достигнуть максимума эти волокна а волокна океанский сэмпи мать не стоит очень даже не дешево и реализуются долго но мало того когда они еще рвутся на землетрясение или рыбаки то это другие проблемы с эссеной информации я хотел рассказать о том как это решение с нас как с точки зрения заказчика выглядит почему мы собственно на него запали что ли почему она нравится какие-то обнаружили в нем особенности вот первое что нас привлекло это именно пицца бокс то есть это законченное решение нам не нужно разбираться в куче возможных плат которые устанавливаются в шасси есть одно устройство которое легко интегрируется в нашу систему управления и работает наш юз кейс был в том чтобы мы у партнера например какого-то который владеет инфраструктурой 9 сети взяли частотный ресурс и посвятили в его и видим систему своим транспондером нас это полностью устроил спасибо для сравнения тестировали но не на стенде живого оборудования но по описаниям сравнивали сильно победила по описанию как не по заявленным да в руках не держали